Икона — это своего рода такая молчаливая проповедь, да, когда мы заходим в храм и особенно видим не безыскусную какую-то икону, да, а которая написана красками, которую иконописец вкладывал не только в свое умение рисовать, не только умение перерисовать откуда-то, но вкладывал умение, действительно, и знание всего жития, всей селятости этих людей именно вот в эти образа, которые мы часто видим и здесь, и в основном в храмах. Когда мы смотрим на икону, она должна у нас вызывать чувство, действительно, моления, моления к тому, кто на нем изображен. В православной церкви иконы, действительно, они существуют, их очень много, в отличие от других каких-то христианских конфессий, икона, опять же, учит нас тому проникновению той святости, которая была у этих людей. Поэтому, говоря о сегодняшней выставке, хочется сказать, что Петр и Феврония, Петр и Феврония — это такие прообразы любви, а Петр и Феврония нам показывают пример той святой жизни, которая у них была, да? Они жили не мужем и женой, они были непростыми какими-то людьми, они были людьми знатными, но в конце жизни они все-таки под вот этой русской традицией каждый из них уходил в монастырь. И раньше было такое, когда дети возрастали, когда дети уже становились на ноги, то родители, то есть муж и жена, уходили в монастырь, чтобы действительно душу свою подготовить для встречи с Богом. И Петр и Феврония как раз-таки и есть тот идеал.